Библейский портал экзегет.ру представляет Вот правда, одна из тех глав, которые вызывают прямо активное неприятие. Что делать? Это есть. Давайте постараемся разобраться с тем, что вызывает у нас неприятие, и как оно тут оказалось. Итак, у нас вот только что 23-24 такие прекрасные благословения израильтянам, которые произносит пророк Валаам. Вот прямо вот эти главы перечитывал бы и перечитывал. Так все там замечательно. Особенно там Балак, который пытается проклясть израильтян, и ничего у него не получается, он очень злится, что вместо проклятия выходит благословение. Как это здорово, когда вместо проклятия благословение. А что тут? Когда сыны Израиля устояли в Шитиме, ну, одно из мест, где они находились, народ стал распутничать с маовитянками, а те позвали их участвовать в жертвоприношениях своему богу. Слушайте, ну вот любовь люди крутят, вот у них там мультикультурализм, толерантность, вот у них там терпимость к иноземным религиям разве плохо? С современной точки зрения нет. А тут? Народ ел жертвенное мясо и поклонялся их богу. Израиль стал поклоняться Ваалу Пеорскому, языческому божеству, которое почитали в Пеоре, и разгорелся гнев Господа на Израиль. Господь ревнив, и первые заповеди, где не будет у тебя богов других пред лицом моим. Вот они нарушили самое базовое. Причем нарушили даже как-то, ну, особенно этого не сознавая. Девушки им понравились, ну, а у них свои какие-то обряды, народные традиции, ну, позвали посмотреть, поучаствовать. Господь сказал Моисею, вот дальше страшное. Возьми всех предводителей народа и распни их на солнце, чтобы умилостивить Господа. Тогда прекратится гнев Господа на Израиль. Уничтожь всех предводителей, причем позорной казни, мучительной позорной казни. Моисей этого не сделал. Моисей велел вождам Израиля, пусть каждый из вас сам убьет тех из своих людей, кому полюбился Ваал Пеорский. То есть даже Моисей на это не идет. А почему убей всех вождей? Да потому что если народ массово начинает впадать в язычество, кто за это отвечает? Предводители народа. Они допустили это. Это их вина. И Моисей говорит, нет, если вы предводители, давайте вы сами начнете это делать. Давайте вы вернете себе ту роль, которая вам принадлежит. Прекратите это дело. Ну и тогда, в общем, смертная казнь – это единственный такой радикальный способ. Нету тех способов прекратить безобразие, которое потом человечество выдумает. Какая-нибудь там полиция, тюремное заключение, система штрафов и все прочее. А что происходит на деле? Оказывается, еще меньше казни, чем Господь предписал. В это время один из сынов Израилевых привел к своим родичам и зенитянку. Прямо на глазах у Моисея и всей общины сынов Израилевых, плакавших пред входом в шатюр встречи. Вот они это обсуждают. А тут один идет со своей возлюбленной. «Увидев это, Пенехас, сын Элиазара, внук священника Аарона, покинул собрание общины, взял копье, проследовал за тем израильтянином в палатку, а у них там любовное свидание, это понятно, и там пронзил их обоих копьем, а израильтянина и женщину, прямо в палатке. И мор среди сынов Израилевых тут сейчас прекратился, а всего от мора погибло 24 тысячи человек». То есть, смотрите, ни израильтяне все не погибли, ни все их вожди, ни даже вождям пришлось убивать своих израильтян. Достаточно было одного действия, да? Но действие — это убийство. Правда, это убийство понимается как казнь за нарушение верности, да? «Господь сказал Моисею, «Пенехас, сын Элиазара, сын освященника Аарона, отвел мой гнев от сынов Израилевых, он отомстил за оскорблением ненанесенной, и я не уничтожил сынов Израилевых в ярости своей. Объяви, я заключаю с Пенехасом договор, несущий ему благоденствие, и по этому договору он и его потомки навеки получают священническое звание, ибо Пенехас отомстил за оскорбления, нанесенные Богу его и скупил вину сынов Израилевых». Вот, оказывается, как все сурово. То есть, наказание за грех — это смерть, либо 24 тысячи человек, которые погибают в тот момент в Израиле, либо убийство всего лишь одной пары, но такое демонстративное и публичное. А нельзя ли как-то без убийства? Вот похоже, что нельзя. Похоже, что Израиль, как народ единого Бога, в этом языческом мире живет еще во многом законами и понятиями этого языческого мира, где действительно это все происходит так. Израильтянина, убитого вместе с медианитянкой, звали Земри, сын Салон, был главой одного из родов племени Симеона, а убитую медианитянку звали Кузби, дочь Цура. Цур был предводителем одного из медианских родов. Ну, еще и знатные, при этом такие вот, они породниться, может, хотели, да, объединиться с медианитянами. Между прочим, Моисеи тоже были жены на племеннице, но здесь другое, здесь вот именно размывание вокруг завящих окрестных народов, а Моисей брал их к себе и принимал в свой народ. Господь сказал Моисею, будьте врагами медианитян, истребляйте их, ведь они поступают с вами, как враги. Они вам подстроили пиорскую ловушку и ловушку с Кузби, дочери медианского вожда, их соплеменницы, убитые во время пиорского мора. Ну, и получается, да, что вот здесь еще и ответственность возлагается на этих самых медианитян. Мне не нравится эта глава. Единственный мой способ объяснить ее для самого себя, почему она здесь, это все-таки представление достаточно первобытное. Это вот та стадия веры в единого Бога, которая по своей форме, по своим методикам еще не отличается от язычества. Но это первый шаг к какому-то другому пониманию, которое, конечно, потом придет. Ну, а в 26-й начнутся опять списки, которые прочитать тоже придется, хотя это скучно. В 25-й, по крайней мере, не скучно было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok